Этот фильм не просто о жизни предприятия. Этот фильм про тех и для тех, без кого ничего бы не получилось. Именно такие люди – слесари, энергетики, операторы современной техники, сварщики и представители многих других профессий – хранят и доставляют тепло, свет и воду в наши дома и квартиры. Хотя мы настолько привыкли к благоустроенной жизни, что давно уже этому не удивляемся. Но сотрудники СКЭК знают, каким трудом создается всеобщий комфорт в городах. Какой ценой из крана льется вода, горит лампочка в доме, а на подоконниках даже зимой растут цветы. Это действительно особые люди. И работают они, пожалуй, в самой сложной и ответственной сфере, касающейся каждого из нас – в ЖКХ. Сегодня под управлением Северокузбасской энергетической компании работают 10 предприятий, 8 из которых – прямого коммунального профиля. Качество перемен, которые здесь происходят, прежде всего, зависит от людей, которые их реализуют. Важную роль играют корни – традиции воспитания ответственных, грамотных специалистов. На предприятиях сложились настоящие трудовые династии. Совокупный стаж работы многих из них перешагнул столетний рубеж. Лет 130, наверное. Если вот, кто работает сейчас. Изначально работал дедушка, потом пошел папа, дядя, тетя. Тут я выросла. Ну и пришел работать в 1975 году. И по сей день работаем. Родственникам разве сложно собираться вместе? Это сейчас так все красиво, как бы все уже выложено, поэтапно все идет. А раньше это было, вот я помню, когда маленькая была, папа уходил, ну вот забор, мы его сутками не видели, он работал, там какие-то аварийные ситуации. Ну, сейчас-то уже, конечно, этого нету. Поэтому всегда разговоры только о работе дома. У меня супруга работает здесь. Какие могут быть семейные конфликты на работе-то? Нет. Такого не должно быть. Прогулов не делают, не гуляют, на работу ходят. Но уже переживаешь, где что как, чтобы ничего нигде не случилось. Связано с фамилией, да. Это такое предприятие, которое необходимо всегда. Вода – это основной источник жизни. Но без воды никуда. Она же везде. Да и вообще без воды никак нельзя. Мы всегда уверены в завтрашнем дне и надеемся только на самое лучшее, на самое доброе и хорошее. Вода и тепло. Каждый день коммунальщики сохраняют для нас эти ресурсы и доставляют в дома. И вскак знают, какова может быть цена промедления. Зима 2012-го проверила коммунальщиков на прочность. Например, в городе Березовском в самый мороз произошел прорыв на подземном теплопроводе. Старая труба не выдержала, а строительство новой еще только подходило к концу. От аварии никто не застрахован. Главное – суметь быстро ее ликвидировать. Общими усилиями сотрудники Северокузбасской энергетической компании справились с этой задачей. Народы стояли сильные, где-то минус 40. Было сложно работать. Гидравлика не выдерживала на транспорте. Команда сработала на самом деле хорошо. Одна компания друг другу, все помогают, и вопросов в этом нет. Может, только спасибо сказать. Новую, по сути еще недостроенную магистраль удалось подключить всего за двое суток. Аварийные бригады березовских коммунальных систем, березовских электрических сетей и общество Кемвод сменяясь, трудились и днем, и ночью. Все это время тепло поступало в дома жителей в рабочем режиме. Такой результат стал возможен благодаря тому, что предприятия в разных городах действительно работают как единая компания. Благодаря тому, что в СКЭК работают настоящие профессионалы своего дела, удалось переменить отношения жителей к коммунальным энергоресурсам. Народ стал понимать нас, идти к нам уже не с агрессией, с какой-то, как это было 10 лет назад. Поэтому люди стали считать свои деньги, они поняли, что выгоднее установить водосчетчик, то есть сколько вылил водички, за столько и заплатил. Уже легче работать в том плане, что и людям-то легче платить. Вопросами энергосбережения в компании занялись задолго до разработки и принятия соответствующего закона. Техники отдела транспорта электрической энергии только в Кемерове установили 130 тысяч новых электронных приборов учета электроэнергии в коммунальном секторе. Жителям частного сектора хорошо известно, что такое ябеда. Вы же там снимаете, у вас же все видно, у вас же отдел есть такой, в котором вы можете кнопочку нажать, и все будет видно. Ну вот датчик этот всяко-разно называемый, его называют в народе и штирлицами, и ябедами. Дополнительный датчик с защитой от хищений, который фиксирует полный объем потребления электроэнергии и передает показания на компьютер. Больше не нужно заходить в дома, переписывать цифры от руки. Заработала техника. С машиной очень даже хорошо удобно. Я прихожу туда, спрашиваю у них. Они сразу мне покажут мою улицу. Все. Это, конечно, удобно. В основном платежи идут ежемесячно. И люди стараются еще и платить в одно и то же время. Исключение вот этого какого-то хищения, исключение каких-то потерь. На минимум сведено. В целом по компании за два года потери сократились на 93 миллиона киловатт-часов. Экономический эффект составил почти 72 миллиона рублей. Этот учет должен был быть не просто точным, он еще должен быть автоматизированным. Внедрение такой системы сразу дало неожиданный эффект. Снизились аварии и стали исправно работать бытовые приборы. Завершив оснащение приборами учета электроэнергии, перешли к учету других коммунальных ресурсов. В Кемерове запущен пилотный проект по внедрению общедомовых водосчетчиков. Без проб и без ошибок, да, как-то у нас в жизни очень сложно чего-то добиться. Поэтому мы на это пошли, это у нас получилось. А город Березовский вообще стал первым в области, где были полностью установлены общедомовые приборы учета тепла, воды и электроэнергии. Изначально было непринятие приборов, зачем они нам нужны. Совместно со СКЭКом нашли пути решения этого проблемы, то есть вышли к населению, давали разъяснения. И через год отчитались перед людьми, какая же все-таки экономия получилась. Вот после этого люди стали понимать, это им нужно, это им удобно. Сейчас специалисты решают задачи нового порядка. На официальном сайте компании организован личный кабинет для абонентов. Потребителям, частным лицам, предоставлена возможность платить за услуги водоснабжения, не выходя из дома. В тестовом режиме работает сервис СМС-оповещения абонентов о плановых отключениях на электрических сетях. СКЭК всего за 10 лет сумели доказать, что коммунальная отрасль может и обязана обладать современными технологиями. С самого старта компания набрала мощный темп развития. В 2003 году по инициативе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в структуре холдинга «Сибирский деловой союз» была создана Северо-Кузбасская энергетическая компания. Тогда коммунальное хозяйство области нужно было в корне менять. Требовались структурные реформы, новые подходы в управлении. СКЭК стала первой управляющей компанией в Кузбассе, которая объединила предприятия коммунальной сферы. Сначала в городах Кемерово и Березовский, позже добавились Ленинск-Кузнецкий и городское поселение Промышленное. На тот момент мало кто верил, что в такой сфере, как ЖКХ, в России можно построить высокоэффективную компанию. Тем не менее, за 10 лет своего существования компания вышла на совершенно новый качественный уровень. Инвестиции СКЭК в модернизацию наших городов колоссальны. За 10 лет 7 миллиардов рублей были вложены в новую технику, технологии и инфраструктуру городов. Ежегодно увеличиваются темпы реконструкции и капитального ремонта линий электропередачи. В Кемерове заменили 22% водопроводных сетей. В Березовском за 10 лет заменили 65% тепловых сетей. Автопарк заменили на 83%. Теперь на проведение работ в труднодоступных местах сотрудники Кемеровской горэлектросети добираются на вездеходе. Поврежденные участки на подземных кабельных линиях определяют специальные поисковые лаборатории. А водопроводные трубы исследуют с помощью современных телекамер. За 10 лет в компании сложился определенный стандарт условий труда. На всех предприятиях оборудованы бытовые помещения в основных цехах. Обустроены мини-столовые или комнаты отдыха, укомплектованные необходимой бытовой техникой. Для рабочих аварийных бригад построены сауны. Предусмотрена даже такая, казалось бы, мелочь, как термос в автомобилях комплексных бригад. С другой стороны, из подобных мелочей в целом и складывается забота о людях. Такое раньше не было представить. Это буквально последние, скажем, 5 лет. И в рабочей чувствуется, да, и отношение вообще другое. Результат не заставляет себя ждать. Повышается производительность труда, снижается текучесть кадров. Компанию отмечают на областном уровне. Например, по итогам 2012 года СКЭК стала победителем регионального этапа конкурса «Предприятие высокой социальной эффективности» в номинации «Охрана труда». А ведь помимо этого, внутри СКЭК также ежегодно проходят конкурсы профмастерства. Это здоровая конкуренция между работниками, престиж предприятия в целом и общий рост профессионализма. Молодежи есть где самореализоваться. Сегодня в компании средний возраст сотрудников 41 год. Причем с каждым годом четко прослеживается тенденция. Кадровый состав молодеет. Молодым, но я сам пришел сюда после института сразу. Меня работа заинтересовала. То есть постоянно что-то новое. Молодежь приходит в компанию с большим потенциалом. Именно им приходится работать на новом оборудовании. Осваивать новую технику и технологии. Новички получают наставника. Это уникальные люди на предприятии. С колоссальным опытом работы. Если честно говоря, учитель из меня хреновый. Это такая специальность, которая дураков не любит. А головой работать не будешь, здесь не будешь работать. Потому что здесь нужен творческий какой-то подход. Всем, кого ко мне принимают ученики, все они учатся и перенимают мой опыт. В Северокузбасской энергетической компании выстроена четкая и эффективная система подготовки и развития кадров. Энергетики Кемеровской горэлектросети отрабатывают все действия на учебном полигоне. Десять лет назад у нас на поиск повреждения уходило от рабочего дня до нескольких дней. А сейчас потребитель практически не сидит без света. Сейчас если он и моргнул, иногда редко кто и заметит. Практические знания и навыки сотрудников проходят оценку и на конкурсах профмастерства. Причем с каждым годом увеличивается спектр профессий. Команды предприятий успешно защищают честь компании на областных конкурсах. Это как раз у нас и было такое, что надо было найти повреждения. Неизвестно было, кто победит. Очень быстро с этим справились. То есть, конечно, оборудование нам сильно помогло вот это новое. На базе загородного комплекса «Березовый уют» открыт собственный учебно-подготовительный центр. Одновременно с отрывом от производства здесь могут заниматься 50 человек. Кроме обучения мы можем еще и подлечиться, конечно. Мы же ведь там имеем возможность заниматься спортом. Там бильярд есть, центр Просковья, здоровительный центр. Сходить в какие-то бочки, посидеть, полезно. Ну и так природа хорошо. Где-то загазованность, а здесь чистота. Наставничество, непрерывное обучение, постановка сложных задач и их реализация позволяют специалистам Северо-Кузбасской энергетической компании строить успешную карьеру. Начинали контролером, мы были, это называлось, ведущим инженером. Я был потом ведущим менеджером и с менеджера вот уже сюда пришел. Я пришел с КЭК работать буквально через два месяца после его образования. Все это видел, как все это начиналось. Когда начиналось практически с нескольких кабинетов. Я работал, получал какие-то новые назначения и понимал, что это какая-то оценка твоей деятельности, прошлое, и это было всегда интересно. Хотелось двигаться вперед, работать с большими усилиями, с большим стремлением. За 10 лет 450 специалистов стали руководителями подразделений, менеджерами, ведущими специалистами. То есть каждый десятый молодой сотрудник повышает свой статус. Причем не только в рамках компании, но и переходя на другое место работы. Дмитрий Геннадьевич Перекрестов, заместитель директора по социальной политике химического гиганта «Азот». В 2005 году, сразу после окончания университета, он начал свой трудовой путь в северокузбасской энергетической компании. Я ни минуты не жалел, что начал работать в СКЭК. Безусловно, организационный опыт, который я получил там, управленческий, именно работа в коллективе, наиболее, я считаю, ценным. Я думаю, что лозунг энергии инноваций наиболее четко отражает характер, в принципе, как руководства, так и тех людей, которые там работают. Жизнь со СКЭКом меня связала плотно в том плане, что я именно работаю в этой компании, познакомился со своей будущей супругой. Действительно, работа – это еще не все. В жизни каждого человека огромное значение имеет семья. Общечеловеческие ценности – дом, дети, забота о близких людях. В компании, которая создает комфортные условия жизни для целых городов, поддержка семьи является одним из важных направлений социальной политики. Также нам повезло еще с этим им непосредственно жильем, с этим домом. Почему? Потому что для сотрудников предприятия СКЭК непосредственно квадратный метр здесь был дешевле. То есть мы взяли квартиру в самый кризис, мы брали квартиру под 15-75%. И как бы нам предприятие помогало, мы платили 5%, а все остальное, процентную часть, нам помогал СКЭК. Больше 170 семей смогли купить собственную квартиру лишь потому, что на всех предприятиях действует программа развития жилищных условий сотрудников. Наверное, поэтому и создается столько молодых семей, около сотни, за 10 лет. Помогает СКЭК не только с жильем, но и с детским отдыхом. Это гордость компании. Во всех предприятиях СКЭК заявки родителей на детский отдых выполняются на 100%. Путевку оплачивает предприятие, то есть 10% только сами работники, а остальное все оплачивает предприятие. То есть это лагеря, также Черное море ездим. Дети – это будущее. И выходит, что для Северокузбасской энергетической компании будущее уже сложилось. Ведь пока она работает, на свет появилось 850 маленьких граждан большой страны. Конечно, о них заботятся родители. Однако сотрудники предприятий не забывают и о тех детях, которым нужна и моральная, и финансовая, и социальная поддержка. СКЭК убеждены, ответственность бизнеса проявляется в том, чтобы стремиться не только к процветанию своего дела. В 2005 году большой и дружный коллектив стал попечителем Кемеровской школы-интерната номер 100, где учатся дети особой заботы. Они уже просто наши замечательные друзья, которые приходят в лучшие моменты нашей жизни порадоваться за нас и в трудную минуту нас поддерживают, конечно. Мы бы, наверное, одни и не справились. Попечители нам очень хорошо в этом помогают. Каждый месяц проводятся совместные мероприятия. Ребята приезжают в гости к шефам на базу отдыха «Березовый уют» в Калинкино. Для кого-то из детей это единственная возможность побывать за городом, погулять в лесу, прикоснуться к природе. Специально для шефов ребята готовят праздничный концерт. В этих детях, которые обучаются в нашей школе, очень большой потенциал для их развития. Мальчик, мы тоже фамилию не помним, он на итальянском языке вчера пел. И они вот видят нас, у них сразу глаза такие добротой наливаются, что они чувствуют нашу поддержку с нашей стороны. Помогать тем, кто действительно нуждается в помощи, это социальная позиция СКЭК. Поэтому основное направление благотворительности – это детские образовательные учреждения. Социально-реабилитационный центр «Маленький принц» города Кемерово. Социальный приют «Берегиня» в Березовском. Школа номер 73 города Ленинско-Кузнецкого. То есть идея наша и мысль в том, что это не помощь, не столько помощи и не только помощи, это именно сотрудничество. С нашей стороны это экскурсии, помощь материальная, помощь каким-то оборудованием. Даже снег почистить зимой им трудновато, мы помогаем. А с их стороны это стен газета, игрушки на елку. Если это ребятенок три года выступил, рассказал стих, ну знаете, как на взрослых действует. Наши женщины ходят, они прям улыбаются, расцветают, когда на них смотрят. Коммунальщики принимают участие во всех областных благотворительных акциях «Помоги собраться в школу». Поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны. Все предприятия холдинга перечислили средства на строительство 100 квартир для детей-сирот. За 10 лет на благотворительные цели было направлено около 120 миллионов рублей. Коллектив компании – один из самых активных благотворителей Кузбасского фонда «Детское сердце». Собранные личные средства сотрудников направляются на проведение высокотехнологичных операций детям, больным врожденным пороком сердца. Стоимость одной операции доходит до 240 тысяч рублей. За последние два года они перечислили на счет фонда более 2 миллионов рублей. Это очень важно. И важно то, что это внутренняя потребность людей помочь детям с тяжелым пороком сердца. Это не средства компании, это личные средства сотрудников. Это все от души. Просто охота помочь детям. Знаешь, что у нас, например, здоровые дети, да, а где-то ребенок, он ждет помощи, что его поддержат. Даже словом добрым. Спорт объединяет и формирует командные отношения ничуть не хуже, чем любой тренинг по тимбилдингу. С каждым годом все больше и больше сотрудников включается в спортивное движение. Служил в армии, работал во многих организациях, но такого отношения к спорту, как в скеке, я нигде не встречал. Если на поле соперники, то за полем поддерживаем очень хорошие дружеские и товарищеские отношения. Хоккей в валенках, мини-футбол, волейбол, флорбол, боулинг, бильярд, семейная эстафета. Вот неполный перечень видов спорта, которые уже надолго и прочно вошли в распорядок корпоративной жизни компании. И в труде помогает, потому что все это сплачивает коллектив. Встречаемся, отдыхаем вместе, а также и в работе. Это все, естественно, помогает. Спортивные успехи, как и производственные достижения, это результат общего труда. Так, сборная «Скак по хоккею» в валенках за 4 года своего существования завоевала 15 пупков. Но все же самой признанной фишкой компании стала спортивная рыбалка. На базе «Березового уюта» разместились прекрасные ухоженные озера. Здесь выращивают карпа, щуку, толстолобика и много другой рыбы. Покидать спиннинг и посидеть в тишине с удочкой сюда с удовольствием приезжают и сами сотрудники «Скак» и многочисленные гости. Каждый год именно на этих озерах проходят рыбацкие соревнования. Благоустройство производственной территории – еще одна отличительная черта компании. То есть люди половины жизни находятся на работе, правильно? А когда приходишь на работу, грязи нет, чистота, порядок, везде цветы. У людей на сердце радость и в душе хорошо. Сегодня о конкурсах, которые проводит «Скак» среди своих предприятий, знают во всех городах области. Муниципалитеты перенимают опыт. Но сотрудники компании создают красоту не только на своих предприятиях, благоустраивая свои рабочие места и территории. В городах присутствие «Скак» объективно становится светлее и уютнее. А накануне своего десятилетия «Скак» сделала подарок обитателям маленькой деревни Бердовка. В последние годы электричество было роскошью. Старая линия обветшала и практически не работала. Но в декабре 2012 года здесь вновь закипела жизнь. Сотрудники березовских электрических сетей протянули современную линию электропередачи и установили уличное освещение. Теперь у жителей большие планы на будущее. Здесь возрождается исконно русское производство. Такой освещенной деревни я за свою жизнь не видал и раньше. Заинтересованность – это не обязательно, мы должны быть материальны. И вот я вижу, что здесь появились люди, которые привели недюжий интерес к восстановлению электричества в этой деревне. И при этом они здесь не живут, а делают это дело качественно и очень хорошо. Парк в Кузбассе В ландшафтном дизайне его называют геометрическим парком. Создать здесь большой парк, высокосимметричный, упорядоченный, чтобы сюда, к нам в Сибирь, ездили туристы и смотрели на это чудо. Мне нравится сажать деревья, идти за водой. Здесь природа такая, ну чистая природа. Мне нравится природа на природе. Я думаю, что деревья нужно садить для того, чтобы было на дыше хорошо, чтобы мы дышали чистым воздухом. Вообще посадка деревьев – это значимое событие для любого человека. Конечно, наша область прирастет новыми кусочками легкого. Со временем это же все вырастет. Сюда приятно будет подойти. Рядом наша зона отдыха, вода, воздух. А тут будет лес красивый, тем более грибки пойдут. Жизнь создается каждым рабочим днем, каждой парой рабочих рук. Нацеленность на общий результат, широта возможностей – это главная составляющая эффективной работы. Все вместе – энергетики, коммунальщики, строители – работают для того, чтобы в наших домах были свет, вода и тепло. Компания, которая сохраняет жизнь и дарит будущее нашим городам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова